Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Арчик. Здорово, Арчик, бля. Здорово, брат, только как сам? Ебой. Арчик, я приеду, я тебе еще не наберу, я буду занят. Извини. Салют, бля. Ебой. Прикинь, Арчик, прикинь, Арчик, вчера я здесь еду, в Черногории, короче, в автобусе. Ну, так получилось, я ему в автобусе, короче, там, с Новгорода другой. И, короче, какой-то Черногория заходит, отвечает. Он, короче, ну, мы стоим там, набитая. Он прям начинает нагло давить на меня, прям, пиздец давить. Ну, я сначала стараюсь не обращать внимания, как обычно, я жентльмен, блядь. Блядь, ну, он продолжает, ну, минут 10 просто начинает давить на меня. Причем, как бы, черногорцы вообще отличные, как бы, народ, и все хорошо относятся. Я хуй знаю, откуда этот хейтер взялся. И, короче, он давит на меня. Я его поворачиваю, говорю, слышишь, говорю, у тебя проблема. А он, ну, на своем Черногорском что-то пиздит. Я говорю, у него проблема. Он что-то начинает на Черногорском, я понимаю, братан. Он такой, да, проблема, типа. Но сам, я говорю, tell me, вот все пробу. А он такой, что-то там, ну, просто отмахивается и поворачивается. А я стою, как бы, уж такой, блядь, ну, настроился, думаю, блядь, минут 10 терпел его хуйню. И, короче, выходим с ним из автобуса. И, со мной еще девушка была. Вот. И она такая, все, Никита, мне это, не ведись на провокации. А мы выходим, и он прям сразу орает на Черногорском. Я говорю, успокойся, ебать. Че ты орешь? В чем твоя проблема, блядь? И он тут достает этот шокер, короче, прикинь, братан. И просто начинает, ну, пытается меня пугать этой хуйней. Блядь, кто-нибудь должен ему сказать, что русские, блядь, на эту хуйню не ведутся. Я ему в полотно подвигаюсь, такой, слышишь, дай я тебе с ударов вырублю, чмом, блядь. И он что-то такой, а, он что-то начинает орать, малышка орет, и я такой улыбаюсь и говорю, ладно, я говорю, I'm sorry, в чем твоя проблема, I'm sorry, I'm sorry. Он вообще охуел, стоит, смотрит на меня с этим шокером. И потом что-то он такой сфоткал и ушел в меня. Прикинь. Братан, отвечаю, блядь. Пиздец какой долбовел. Вообще. То, что он вот когда меня сфоткал, нет, ладно, он достал этот шокер сраный, помогал ему, убрал его. Это пиздец какой, блядь, позор. Но когда ты, блядь, ушел, меня сфоткал, типа, это пиздец уже безнадега, блядь. Брат, я в Черногории, так круто все, все круто, народ очень дружит, говорю, один какой-то хейтер нашел, пиздец странный чувак. Причем я как бы стараюсь, ну, по-мирному все решить, там, большая улица в центре города, знаешь, ну, как бы, был в Москве, конечно, я бы его прямо в автобусе ударил, брат, ну, достал бы ствол, ну, да. Кстати, местные пацаны, которые мне, ну, стилька помогли замутить, говорят, и блядь, и черногорцы могут подстрелить тебя. Да нет, ну, я думаю, вряд ли они в центре города стрелять будут. Ну, прикинь, угар такой, братан. Я ему говорю, успокойся, что у тебя проблемы, блядь? Ну, он просто на своем черногорском, а, блядь, нихуя не понимаю. Ну, ты, да, проблема, что это такое, блядь. Прикинь, как у него. Брат, старчик в Черногории, вот он и есть, брат. Джохаров меня отписывал, брат, два раза, брат. Он мне первый раз отписывал, я пришел у него, хотел бы прощения попросить, он мне второй раз дал, блядь. Да, брат, стараюсь, еб-то. Ой-ка. Ну, только прослушай, паришь, купайся, наверное. Что пожрать, а? В Лиге Гнойного, братан, да ни за что. Это Лига, которая под Киркоровом. Братан, я ровно половину треков написал и уехал отдохнуть, как бы. Скоро поеду, я запишу, и в октябре все будет. Что курю, черногорский стиль. Даже шишки черные. Да не, братан, черногорцы вообще красавцы, все такие дружелюбные. Вот, знаешь, мне кажется, это просто потому, что все так любят, знаете, все девчонки так улыбаются, прям все. И, наверное, стоят такие, знаете, сторонки, хейтеры, которые... Ну, он просто чмошник был. Потому что, ну, братан, нормальный пацан, я всегда с нормальным пацаном нахожу, как бы, общий язык. Нормальный пацан, не дожил бы этот сраный шокер на этой остановке и стал бы махать. Люди ходят в ахуе, блядь. Ебанузый, блядь. Я вот думаю, блядь, вот что ты мне этим маленьким шокером сделаешь, ну да? Ну, обожжешь ты меня им, да? Ей, Питеру, респект, блядь. Но русские пацки здесь, которые, вот, они говорят, блядь, вообще странно. Ну, видишь, это, походу, блядь, я притягиваю какую-то плохую эту, плохую ауру. Понимаешь? Брат, Гнойн бы забаттлил, но Гнойн бы сдулся. Он больше не баттл рэпер, понимаешь? Он какой-то хуйней занимается. Понимаешь, вот год назад, там, когда-то полтора, да, он баттлил. Сейчас, ну, че это, блядь, бартнин, какая-то хуйня. Любишь блогеров? Ну, те, кто только нормально. Знаешь, вот, я оттого начал смотреть сейчас, там, с Украины пацанчик. Причем, в принципе, я не все поддерживаю, что он делает. Но, как бы, такие люди должны быть, как его, Коваленко, там, или как, который ходит, там, типа, в Мусабни заходит с камерой, такой, блядь, угорал, как он на Арбат пришел, потому что мне там вообще этот, как-то наркоту подкинули несколько лет назад. Был очень рад видеть, как он их разъебал. Понимаешь, что это, например, не мои методы, но кто-то должен это делать. Если ты, Олег, ты притягиваешь. Ну, то, что БПМ, братан, это не серьезные батлы. Там просто начитать. Там, если бит пиздатый, то, как бы, все их качают, знаешь. Там, если бит пиздатый, зол такой весь качает, там все, как бы, круто считается. Но, когда ты читаешь без музыки, там надо самому вытягивать, как бы. Дворецков, не знаю такого. Да, брат, ставчик нормал. Ставчик нормал вообще, как бы, блядь, в первый день за такую цену, да, блядь, охуенно вообще. Ну, рай, брат. Ой, снова школы, не знаю, мне нравится этот, ну, помимо Кизару, блядь, братвишки моего, мне нравится вообще, я считаю, да, пиздатый Гонфлат и Депо, блядь, я считаю, это два, прям, очень талантливых чувака. К Артему Тарасову отлично отношусь, он, как бы, мы с ним даже пару раз вписывались, я даже там какой-то, этот, его рекламировал, правда, не уверен, имеет ли он к этому отношение, как бы. Брат, я бы поехал в Барсен, там виза нужна, а в Черногория просто все, поехал, понимаешь. Вот приеду, буду думать о том, как, это, как в Барсен. Ну, короче, будем решать, что с Барселоной. Гнитогорск, привет. Так что, бра, приезжайте сейчас, пока, вон этот, в Черногории, тут нормальный, стилек есть, как бы, блядь, хата огромная, блядь, пляжики, ебой. Блин, малину жру вёдрами, брат. Ну, такая хуйня, малина 100 рублей стоит, блядь, малина, братан, просто огромная, вообще, все краснющие, ну, просто, вообще, как с картинки. А я все вчера сам запалю эту хуйню. Вон вафлю вчера ел, пиздец, блядь, обкурился эту вафлю, я ничего вкуснее в жизни вообще не ел, всякий мороз, там, карамель, блядь, белый шоколад, там, посыпаешь кокосиком, там, вся хуйня. Вообще, кайф, брат, ну, как бы, ебой. Да, конечно, решим все, брат, ебой, я не только лох, я еще и бездарь, брат. Еще и бездарь и лентяй. Когда я в пензу, брат, когда вы пригласите? Братан, если полка семерона меня позвал на букинг-машину, во-первых, он бы меня не позвал, во-первых, если позвал, скорее всего, пошел бы. Нет, ну, понимаешь, тут все не так просто. Если бы он меня позвал сейчас, допустим, хотя он, по-моему, этого не сделал, я уверен, он бы мне, скорее всего, предложил такие условия, что я бы не согласился. Понимаешь, если бы я был охуенным, как бы, если бы я походил по формату, как бы, и всему вот этому туда, как бы, если бы мне предложили охуенные условия, почему нет, понимаешь? Слюнь потюль, где я? Да, еще пойду кофейку, да, на пляжуете. Бля, всем, кто думает, да, бля, Черногория, вообще, наверное, я бывал в местах, это в двойке, в тройке точно, ну, лучших мест я был. С кем-то заебашил, братан, с Кровостоком и с Мотом. Знаешь, у Кровостока это просто, как бы, знаешь, для себя с Мотом просто, я считаю, что он, ну, например, есть, он охуенно подбирает слова, я просто не слушал треки, я слышал так чуть-чуть, он охуенно подбирает слова и ставит, и хочет технично. Он реально талантливый чувак, может быть, я не совсем слушаю эти, как бы, треки, но когда хочет с кем-то записаться, хочет сделать что-то качественное. И хочет что-то необычное, знаешь, не слухим, он не знаком, брат, что-то мы списывались там в Твиттере, так, по-разному, что-то, он что-то искал, я что-то искал, ну, ничего такого, кто-то из Лонгмикса Конструкт, брат, я видел, что там Лонгмикс вышел, я, честно говоря, его не слышал, не знаю, такого. Ебой! Ну, с кем вели гнойном, ну, потому что гнойный ссыкло, братан, он сам не выйдет батл, понимаешь? Ну, гнойный больше не будет ни с кем нормально батлить, он вот эту хуйню какой-то занимается, блядь. Если бы он хотел батлить, ну, давно бы мне ответил, мы бы дали, блядь, багу веха, понимаешь? Ну, блядь, он ссыкло. Братан, просто, понимаешь, мне каждый багу говорит, блядь, тебе это не по силам, для тебя я, блядь, иди, вынесу, да? Ну и посмотрите все, с кем я баттлил. Джонни Буэна баттлил зачем вызвать? Ну честно говоря, я знал, что он не согласится. Потому что он тоже говорит с продюсером. Но попытка не пытка, просто кто-то должен был это сделать, брат. Я уверен, все хотят увидеть его снова в баттле. Как его разъебут. Я не специал, кстати, а за недельку, как я уехал, там насчет нашего трека, но только там права, ну там кому-то. Что-то ему там с правами надо было, он как-то продавал или что-то на них. Нужны были данные. Всего хорошего ему. Что за фильм, в котором ты снимаешься? О, бра, это называется «Большая поэзия». Это, короче, фильм, там криминал, немного рэпчика. Вот, все началось с того, что туда вообще заходили взять мой трек про Леху. Чтоб он там играл, типа, бля, я очень сгрелся, знаешь. Ну там по сюжету подходит этот режиссер, этот Лунгин, он как бы прям сгрелся с этого трека. И мы с Грубом туда нас пригласили, мы с Грубом пришли, я починал еще сценарий, Грубый говорит, «Братан, только не вздумай так говорить, ничего». А я как бы пришел и говорю, у меня Грубый попросил ничего не говорить, но, блядь, вот эти две главные роли – это наши роли. Как бы вот он высокий, говорю, этот поэт, а я, говорю, этот пониже, который весь мир ненавидит и рэп читает, типа того. Вот. Ну он так посмеялся, конечно. Ну, знаете, как, блядь, все думают, что, блядь, в кино пиздец просто, как бы… Я думал, сейчас я, бля, выйду туда, я кино люблю, все знаю, рэп. Ну, как бы там у меня есть опыт на сцене и вся хуйня. Блядь, когда я начал сниматься, я просто нихуя не знаю. Короче, блядь, намного сложнее, чем кажется. Ну, я вообще придирчив, как бы, к себе очень. Я смотрю просто, как люди, блядь, профессионалы, блядь, круто играют, я пиздец, как классмен там. Не, ну, я там просто, у меня небольшая роль, как бы, походу, появляется, потому что ты рэпчик там мой, знаешь, как бы, как бы, немного в американском стиле, как бы, там тоже так, в кадре появляется. Я там небольшого бандита играю, мы там кого-то похищаем, его огнем пытаем, там, что-то там. Короче, играть самого себя, знаешь. А, братан, как бы, вообще, я читал перед надъездом, они такие, типа, ну, тут, по-моему, не распределяется драк за, и говорят, за вообще может быть очень строго, доходит до штрафа. Ха, я думаю, нихуя строго, блядь, охуенно, как бы. А вот пацаны говорят, что, ну, как бы, русские вообще не трогают. Как бы, вообще не трогают. Ну, брат, у меня нет, ну, как бы, приставки, я ее отдал, когда просто я альбом делал, я, блядь, не мог доделать альбом, я ее продал, сразу доделал, 21 грамм, не просто запрошенный. И вот сейчас, думаю, по приезду, честно говоря, взять еще раз. Как относишься? Я ко всем охуительно отношусь, как бы, братан. Я вообще, ну, не люблю расистов и, как бы, все такое, я всех люблю. Вот, но не люблю долбоебов, брат. Кто-то достоин шокер махает, убирает его в карман, понимаешь? Не, ну, знаешь, если чувак тебя фоткает, ты просто понимаешь, он вообще ничего не может сделать. Он просто, блядь, пытается, типа, что... Страха там, я хуй знаю. Ну, просто, блядь, ну, в России, блядь, ну... Ну, блядь, в России он бы не был по таким чувакам, его бы давно поисправили просто. Тупак или биги-биги, наверное? Тупак тоже, блядь, не отстает. Блядь, пиздец, братан, билеты дешевые, здесь визы не надо, здесь горы, блядь, это тут хавчик, пиздец, дешевый, блядь, мясо я жрал вчера, блядь, еще там за 250 рублей, типа того, блядь, огромные два куска мяса, блядь, бюстекс там, картошка, фрикапуска, эти вафли, блядь, какие-то с мороженым скрыли, здесь столько хавчика, все дешево, пиздец. Осьминога жрал, блядь, знаешь, такую хуйню, блядь. Не, ну, галата очканул, блядь, блядь. Не, ну, брат, знаешь, как бы, я вот тоже не хочу на отдыхе с кем-то этот, если бы я хотел с ним драться, я бы прям там ебал, он сейчас, знаешь, так чуть повыше, у него прям подбородок, прям вот так, прям вычил и орал, знаешь, прям ровно туда попасть можно было, вот. Ну, как бы, блядь, ну, не хочется, знаешь, вот на отдыхе, как бы, вот игру в Москве, прям в автобусе ебал, блядь. Ну, спокойно, блядь, в чем твоя проблема, как бы, знаешь, у меня в мае, брат, как к себе охуительно отношусь, да и команду у него ровные чуваки, просто многие думают, что я себе выделил там пару чуваков с команды Смоки, она мне, нет, там действительно, как бы, больше людей, которые меня импонируют, ну, блядь. Микси ровный, пацаны, это Литай, да, которого я обсирал очень много, ну, как бы, блядь, они все тоже меня упоминают, я тоже упоминаю, он тоже ровный чувак, он приехал на батл с Микси, мы с ним общались, пожалуй, руки, как бы, ничего ли, вы знаете, я могу над ним угорать сегодня украшенные волосы, ничего такое, знаешь, как вы с друзьями, как бы, понимаете, и ты, ну, понимаешь, это батл рэп, блядь, они могут сказать про меня, я могу сказать про них, он говорил там что-то про меня пьяным, сказал про них, все отлично, как бы, вот, единственное, не понимали, люди, которые ходят, потом обиду держат из-за этого, вот это, на дуре, долбоёб, вот, знаешь, это батл рэп, ты, блядь, должен получать вот это удовольствие, знаешь, вот у меня с грубым мы с детства, как бы, так общались, мы друг друга обсирали, знаешь, и, когда один другого хорошо подъебят, другой может сказать, блядь, ты хорошо меня, блядь, подъебал, понимаешь, как бы, конечно, за маму там ничего такого нет, ну, блядь, я не сказал, что болею, как бы, так получается, что она мне больше импонирует, говорю, потому что они андердоги, знаешь, вот, ну, вообще, я просто скажу, мне, честно говоря, там больше всех нравится про Грин, он, блядь, он красавчик, я прям, ну, не знаю, блядь, образцовый батл рэпер по мне, вот, его последний батл, когда он батл, мне кажется, он бы вынес кого угодно, его еще засудили, не, ну, как бы, что было, то было, я бы ему победу отдал, блядь, 5-0, да, видел, Хабиб будет против Макгрегора драться, будет интересно, я-то, а еще и Юси будет в сентябре, и, кстати, очень бы хотелось ходить, бля, туда, кто-нибудь идет туда, ну, да, Юси, конечно, смотрю, говорю, вот, в сентябре хотелось бы пойти, ну, конечно, Хабиб, братан, какой Макгрегор, ну, даже посмотрим реально, братан, ты видел, вот, сейчас их, как они встретились, там, Макгрегор стоял, что-то за охранником, такой, что-то, что-то, ты видел, как он до этого себя вел, он там орал, прыгал, стульями кричит, сейчас, ну, видно, он просто глянул Хабибу в глаза и очканул, понимаешь, ну, а Хабиб был в натуре зверевый, видел, у него взгляд, бля, когда он такой, ты мне просто позвони, понимаешь, не, ну, блядь, борьба, как бы, не, все может быть, все может быть, Макгрегор силен очень, ну, понимаешь, он такой перерыв, братан, сделал полтора-два года, ты не можешь полтора-два года сделать и вот так войти просто как ни в чем не бывало, и драться с лучшим чуваком просто, ну, психологически все давление сейчас на Коннере, понимаешь, как бы, он, типа, чемпион, он наговорил, у него там бабок, все статусы, он все может потерять, Хабиб не вы, а не потеряет, понимаешь, как бы за ним, как пацаны были, так и будут, за него и так уже все гнали, когда он вот этот, не смог там, в этот вес поместил, ну, папа, я не знаю, как правило, да, Макгрегор делал все, чтобы не, не, сейчас уже все, как бы, будут драться, но, честно говоря, лично я думаю, что боя пока не будет, скорее всего, Хабиб выйдет с травмой, что-то мне так кажется. Не, ну, вообще, я хочу сказать, хочется увидеть интересный бой, как бы, как бы, болезнь за Хабиба, а Коннеру, Коннеру есть удар, блядь, все может быть, знаешь, вот он Альду, блядь, бамс, и все, нахуй, как бы, а не, с Таховым никак не стали общаться, братан, просто он что-то, блядь, вообще ушел под землю, блядь, да кто с ним может нормально общаться, не, ну, есть там паранормальных чуваков с ним общаются, нахуй, а, там же этот, наш еще будет, как его, блядь, которому вот, уже почти полтишка, блядь, Овечкин, да, Овечкин, блядь, накурился, могу побудуться, нахуй, вот он вообще красавчик, там затягиваешь столько лет, блядь, просто, блядь, на стараниях, ты тяжелый, да, не, брат, да и тут что, все скину, Оленик, Оленик, блядь, прошу про это, блядь, вот он пиздец красавчик, я бы только из-за него сходил бы, блядь, а что там за главный бой-то будет, что там, забит будет кто-нибудь, да, Оленик вообще красавчик, турнир кровать на битах не, блядь, ну, я как-то отошел, от русского батл-рэпа, блядь, ну, если 50 цент сказал, значит, так будет, блядь, ну, конечно, это же МакГрегор гнал, нафиг, 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 хант Оленик будет, ебать, вот это бой, блядь, мне нравится, блядь, хант охуенный, Оленик охуенный, ебать, ну, конечно, болезнь Оленика, но, блядь, ему будет очень тяжело, ханта, блядь, тем более, как бы, с его стилем боя, он, я бы не сказал, что он, прям, очень быстрый, а забит в Америку, блядь, ну, да, он же звезда, забит звезда, вот после последнего боя, пиздец, он залетел, а еще до этого на его инстаграм подписывался, но что-то пришлось, потому что, ну, как там, просто, братья, че-то такие ссусти, все время, все, сейчас там уже нормально, кодек, блядь, ну, я так, пару треков, его нравится, вот, драймеру, блядь, пиздец, он нравился, поэтому я, как бы, с ним его слушал, ну, вообще, че он, походу, блядь, крутой пиздец, сыном проститутки, он, вроде, уже не батлит, вот, я, куда, в залчик хожу, там, братуля, Миша, не узнал, он, как бы, говорит, что, он, вроде, что-то не батлит, там, Курбел и Забе, брат, я не смотрю, просто, их особо, я, как бы, ну, знаешь, что из Забе, он, там, всех ругает, ну, так говорят, как бы, я не смотрел, я ничего против не имею, как бы, это батл рэп, как бы, ну, пусть высказывает свое мнение, ну, лучше, б родных не трогал, да, как бы, ну, че, обижаться, что ли, это же, блядь, батл рэп, понимаешь, каждый делает, как, как может, и че, может, как отдыхать, где отдыхать, в Черногории, короче, этот, да, ладно, насчет звупа, мне кажется, ты гонишь, брат, да, разыграешь, конечно, бродимый, ксерф, на отдыхе только, вот, с кучей, можно слушать, ну, и всякую попсу, бичбой, знаешь, ну, позитивно, да, Дагестану, привет, бля, как, как као я относится, да, честно, братан, ну, пассивно, как бы, это меня это не трогает, и, как бы, это не, просто это не моя тема, знаешь, как бы, вот, футболки я ношу знакомых, как бы, ну, уже нет, вот, потому что люди так смотрят, они думают, что я пиздец, там, какой-то ауешник, мне просто футболки нравится, дизайн, как бы, да и на халяву, знаешь, ни этих не слушаю, ни 21, ни Дензел Керри, ни плейбой, и этого не слушаю, мне нравятся и буги, брат, если пригласят, с удовольствием, брат, буду судьбой, ладно, всем респект, делайте вещи, ебой,